МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава Карачао-Черкесии продлил режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Причина – рост заболеваемости COVID-19 в республике. Как борются с распространением пандемии в районах, рассмотрим на примере Дагихабльской ЦРБ. Работы будут оценивать эксперты, сертифицированные, которые находятся в центрах управления соревнованиями. Кто они лучшие из лучших в профессии? В Карачао-Черкесии прошел финал 8-го национального чемпионата «Молодые профессионалы». С каждым годом все больше и больше участников. Это говорит о том, что организаторы работают в правильном направлении. Всероссийский турнир «Битва в Домбай» определил сильнейших спортсменов по панкрециону в ЮФО и СКФО. По состоянию на 10 утра 22 сентября в Карачао-Черкесии выявлено 66 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 326 человек сейчас проходят лечение в госпиталях. В связи со сложной ПИД-обстановкой в республике продлен режим самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше. Соответствующие поправки в указ главы республики о введении режима повышенной готовности внес сегодня Рашид Темреза в целях реализации дополнительных мер по предотвращению распространения в Карачао-Черкесии новой коронавирусной инфекции. Согласно указу, в целях оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности застрахованным лицам в возрасте от 65 лет и старше установлен период самоизоляции с 21 сентября до 2 октября. Напомним, в связи со сложной ПИД-обстановкой в 8 районах Карачао-Черкесии вновь введены ограничительные меры на проведение массовых мероприятий с более чем 50 человек. Масочный режим продолжает действовать, а социальное дистанцирование считается обязательным. Адыгихабльский район, хоть и не из числа тех районов, где наблюдается всплеск COVID-19, но здесь также, как и в остальных, продолжают усиленную борьбу с коронавирусной инфекцией. Более подробно о ПИД-обстановке в районе, обеспеченности СИЗами и лекарственными препаратами в нашем следующем материале. Адыгихабльский район, как и большинство муниципалитетов нашей республики, сегодня переживает не самые легкие времена. Эпидемиологическая ситуация здесь по-прежнему остается напряженной. Так, на сегодняшний день здесь зарегистрировано порядка сотни заболевших коронавирусной инфекцией. Среди них 18 детей. Помимо этого, большое количество людей остаются под наблюдением медиков из-за того, что они контактировали с зараженными. Несмотря на все эти факторы, медики района уверены, что в условиях второй волны их работа складывается легче, чем в самом начале пандемии. Ведь теперь они более-менее владеют информацией о вирусе, да и механизм лечения и постановки диагноза отточен до автоматизма. У нас на сегодняшний день нет затруднений в смысле вот анализов мазков, потом направления больных коронавирусной инфекцией и подозрительных на инфекцию, на КТ, на госпитализацию. То, что мы наблюдали в первой волне, немножко было, может, это зависело от того, что было больше больных или, ну, организация, может быть, недостаточная была. На сегодняшний день в Адыгихабльской районной больнице функционируют восемь машин скорой помощи. 16 бригад осуществляют забор биоматериала и проводят процедуры на дому тем пациентам, которым это показано. Белла Ионова – участковый терапевт, одна из тех, кто каждый день выезжает к больным, а также ведёт приём людей с симптомами заболевания. По словам медика, в среднем её бригада совершает порядка 20 выездов за смену. Наш рабочий день начинается с того, что бригада выезжает в качестве двух медчастёр на заборы мазков, повторные и первичные. Сначала повторных забирают, потом первичных. После этого я сижу на приёме примерно до 12 часов, принимаю первых, кто обратился. После час где-то я выезжаю сама как врач, уже смотрю тех положительных, тех, у кого впервые появилась температура. Что касается обеспечения СИЗами и лекарственными препаратами, то здесь вопрос полностью закрыт. Всё необходимое имеется в полном объёме. Как видите, у нас здесь комбинезоны, маски одноразовые. Сзади в следующем помещении у нас находятся очки индивидуальной защиты. Находятся у нас бахилы, находятся респираторы, находятся перчатки. Все сотрудники нашей больницы обеспечены стопроцентно. СИЗы выдаются по требованиям. Отделение выписывает требования. То количество, которое они требуют, расходуемое на сутки, выдаётся им полностью. Как бы то ни было, абсолютно все специалисты в один голос твердят о том, что необходимо соблюдать меры предосторожности. Носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию и чаще мыть руки. К сожалению, большинство заражений происходит именно из-за безалаберного отношения людей к своему и чужому здоровью. Мадина Лайпанова, Назир Капышев, Архыз, 24. Несколько отдельных входов и выходов. Кабинетная система, смешанная форма обучения. Эти и другие инструменты в борьбе с коронавирусом используются в школах республики. Поэтому очно-заочная система обучения становится одной из наиболее популярных среди школьников и их родителей. Ведь такой формат позволяет освободить учеников от ежедневных многочасовых занятий в школе, сэкономить время и получить при этом полноценное образование. Главная цель нововведения в системе образования – это, конечно же, сведение к минимуму риска заражения коронавирусом в детском коллективе. Продолжение темы в нашем следующем сюжете. Сферу школьного образования штормит с самого начала пандемии COVID-19. На фоне начинающегося роста заболеваемости руководители школ всеми силами пытаются не допустить повторения ситуации с полным переходом процесса обучения в дистанционный формат. Очно-заочная система обучения для многих образовательных учреждений Черкесска оказалась самой оптимальной. И учителя, и родители сходятся во мнении, что важно прежде всего сохранить здоровье детей, а подстроиться можно под любой формат обучения. Конечно, хотелось бы, чтобы все оставалось как есть, чтобы дети ходили в школу, заводили друзей, общались друг с другом, с учителями, чтобы видели друг друга. Ну и дистанционно мы тоже как-то приспосабливаемся. Тоже есть и свои плюсы, свои минусы. А вот дочь Марии Шедаковой Аиша считает, что в дистанционном обучении есть только плюсы. Сначала в первое время нам было немножко сложно, но сейчас мы привыкли, и нам даже это больше нравится, мне кажется. Ты дома так, ты можешь не нервничать, можешь сразу взять книжку, посмотреть. В Центре образования номер 11 сейчас смешанный формат обучения. Такие предметы, как технология, родной язык и музыка теперь проходят в формате онлайн-уроков. Также в этой школе обучаются и ребята из реабилитационного Центра «Надежда». Для них с самого начала ограничительных мер продолжается учеба на удаленке. Причем учащиеся занимаются в привычном коллективе. С той лишь разницей, что учителя они видят на экране проектора. Хором повторяем. Уменьшаемая, вычисляемая, радость. Молодцы, дети, хорошо. В нашем образовательном учреждении обучаются дети из Республиканского реабилитационного Центра «Надежда». И так как Центр «Надежда» весь этот период, начиная с апреля месяца, находится в закрытом режиме, и деток к нам не приводит, а это учащиеся с 1 по 10 класс у нас обучаются непосредственно. Они находятся в самом Центре «Надежда». Поэтому все предметы у них проходят в дистанционном режиме. Несмотря на то, что многие дисциплины перешли на удаленку, никаких поблажек детям не делают. Ведь если еще весной онлайн-уроки были в новинку, и многие не воспринимали их всерьез, то сегодня это привычное явление наряду с сочными занятиями. И оценивается учеба по всем правилам. Раймешен Назиркапышев, Архиз, 24. Лесной пожар в Учкуланском лесничестве локализован на площади почти 60 гектаров. На тушении пожара работают 94 человека и 25 единиц техники. А в ночное время на месте остается 4 человека и 2 единицы техники на окарауливание местности. На данный момент к ликвидации возгорания привлечен в том числе вертолет МЧС России. Вместе с тем, по поручению главы республики Рашида Тимрезова, планируется привлечь дополнительные силы и средства для тушения. Добавлю, что в решение муниципальной администрации на территории Карачаевского района введен режим ЧАЭС. Низовой пожар на площади 1 гектар был зафиксирован 14 сентября на территории Учкуланского участкового лесничества в Карачаевском районе. Тушение возгорания затруднено из-за сложного горного рельефа, где уклон склона составляет 50-70 градусов. Еще одно происшествие. Шесть человек пострадали после падения автомашины в горное ущелье. Авария произошла в Зеленчукском районе возле Софийских водопадов. Водитель автомобиля ВАЗ-2104 не справился с управлением и вылетел с дороги на склон горы. Пострадавших передали сотрудникам скорой помощи. В спасательной операции были задействованы 7 человек и 2 единицы техники. Людей из автомобиля извлекали при помощи альпинистского снаряжения. Сейчас в больнице Зеленчукской ЦРБ находится один человек. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Что делать, когда управляющая компания не в силах решать жилищно-коммунальные проблемы, а жильцы не хотят больше ждать? Всегда есть возможность взять бразды правления в собственные руки и создать ТСЖ. Однако к этому вопросу стоит подходить не спонтанно, а тщательно изучив как правовую сторону вопроса, так и материально-техническое состояние жилого дома. Именно так и поступили жильцы одного из домов Черкеска и не прогадали. Подробности перехода на новую форму управления общедомовым имуществом они рассказали в сюжете нашего корреспондента. Алина Гидеева подробнее. Елизавета Джешаккуева является председателем товарищества собственников жилья без малого 10 лет. За это время многоквартирный дом по адресу переулок Одесский 13 устранил немало проблем. А началось все еще в 2009 году, когда на жильцов наваливалась одна проблема за другой и никто, казалось бы, не мог помочь с их решением. В итоге посовещавшись, жильцы решили создать в своем доме ТСЖ и самостоятельно решать свои проблемы. Все началось с того, что у нас в доме не было горячей воды. После того, как я побывала в нашем подвале, я поняла, что у нас система работает неправильно. А объявив об этом соседям, мы как бы решили организовать ТСЖ. После того, как мы организовали ТСЖ, мы занялись текущими нашими проблемами. А проблем было немало. Несмотря на то, что дом был сдан в эксплуатацию в 2004 году, он не был в надлежащем состоянии. Но постепенно жильцы решили все накопленные проблемы и стали одним из первых многоквартирных домов в республике, перешедших в ТСЖ. За время существования нашего ТСЖ было сделано немало. В подъездах не было плитки, разбитые были подъездные окна у нас. В подъездах не убиралось, убирали жители сами. Во дворе этой парковки тоже не было. Конечно же, когда речь заходит о многоквартирном доме, становится понятно, что после решения одной проблемы, как правило, назревает другая. Поэтому не стоит думать, что с появлением ТСЖ в многоквартирном доме волшебным образом испарятся все проблемы. Нужно запастись терпением. Идея ТСЖ, я считаю, что она нормальная. Если люди хотят этим заниматься, пусть занимаются, но для этого нужны терпение и нервная система. Словом, если вас не устраивает уход за вашим многоквартирным домом и придомовой территорией, а управляющие компании не идут на встречу, ТСЖ – один из оптимальных вариантов. Главное – найти понимание и поддержку у соседей в решении общих жилищных вопросов. Алина Гидеева, Олег Молхожев, Архэс, 24. Лучшие из лучших. В Карачао-Черкесии с 6 по 21 сентября проходил финал 8-го национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. Из-за эпидситуации в стране впервые соревнования проходили в дистанционно-очном формате. От нашей республики в финал чемпионата прошли двое участников. С одним из них встретилась наш корреспондент Мадина Лайпанова. Любовь к автомобилям у 18-летнего автомеханика Дмитрия Павлиди зародилась ещё в детстве. Уже тогда, проводя время за разбором старых машин вместе с отцом, молодой человек начал мечтать о том, что когда-нибудь он сможет заниматься реставрацией автомобилей. Потому с выбором профессии он определился сразу же. За все четыре года обучения в индустриально-технологическом колледже Дмитрий зарекомендовал себя как профессионал своего дела. Ответственный и очень способный ученик. Потому тот факт, что он вышел в финал национального чемпионата WorldSkills Russia, ни для кого не стал сюрпризом. К этому событию он готовился вместе со своим наставником, который, кстати, является федеральным экспертом и воспитал не одно поколение профессиональных автомехаников. Выложить на все как 100%, а в итоге 21-го всего будет известно, 21-го числа. Надеюсь, что у меня всё получится. Впервые финал чемпионата проходил в дистанционно-очном формате. Так, в Москве, Кузбассе и в Казани были созданы центры управления соревнованиями. Каждый участник подключался к трансляции на этих площадках и, согласно графику проведения, выступал в своей компетенции. Работы будут оценивать эксперты, сертифицированные, которые находятся в центрах управления соревнованиями. Они будут просматривать видеозапись, прямую трансляцию. На каждой площадке установлено 4-5 камер, которые ведут трансляцию круглосуточную. И участник проводит по заданию, предоставленному в день старта, проводит все необходимые задания, выполняет и по истечении стартового дня, по окончании задания. Задания ограничены временем, есть определенное время на каждый вид задания. Работу участника оценивают эксперты. Компетенция ремонта и обслуживания легковых автомобилей подразумевала выполнение трех модулей заданий. На каждый модуль отводилось определенное количество времени. По окончании выполнения экспертная комиссия выставляла свои оценки, тем самым определяя лучшего из лучших. Сегодня он выполняет три модуля. Модуль в первый входит коробка передач, автомобиль ВАЗ-2181, далее второй двигатель внутреннего сгорания, тоже ВАЗовский, автомобиль ВАЗ-21126. Его задача разобрать, собрать, найти дефекты, измерить все размеры, существующие на этих модулях. И третий модуль – это электрическая часть, схема разобраться в электрической схеме, найти причины, устранить, завести двигатель. Бесспорно, что проведение данного чемпионата способствует повышению привлекательности рабочих профессий. Ведь практически все участники WorldSkills Russia с легкостью трудоустраиваются после соревнования такого уровня. Ребята сегодня имеют возможность попробовать себя в профессии, продемонстрировать свои профессиональные навыки, свои творческие способности, укрепить свою веру в свои возможности. И вот те практические знания, которые они получат в результате участия в чемпионате и в процессе дальнейшего обучения, имеют огромное значение для развития нашей республики. В текущем году в национальном первенстве выступали более 2800 человек. Экспертное сообщество представляли более 700 человек. Наш участник достойно справился с поставленной задачей и смог набрать 651 балл. Мадина Лайпанова, Ивар Барануков, Архыз, 24. Честь, доблесть и сила духа глазами детей. А в детской художественной школе Черкеска открылась выставка детских работ «Великая победа», посвященных 75-летию со дня победы в Великой Отечественной войне. На выставке представлено несколько десятков работ учащихся художественных школ со всей республики. Картины рассказывали о судьбе людей в годы Великой Отечественной, демонстрировали поле боя и военную технику. Дети готовились к выставке на протяжении года и планировали представить работы в мае. Но из-за пандемии коронавируса мероприятие пришлось перенести. На работы юных художников может взглянуть любой желающий. Выставка будет представлена в художественной школе до 30 сентября с 8 до 18 часов. Целый год дети готовились. В настоящее время у нас в республике 14 художественных школ и художественных отделений обучается более 2000 детей, детей разного возраста, от 6 до 18 лет. Дети у нас обучаются на двух программах, сейчас общеразвивающие, предпрофессиональные. Но, несмотря на это, все дети были в равных условиях и все дети готовились. Вы видите здесь очень разные работы. Они разные, конечно, и по материалам, и по техникам, и по размерам, и по мастерству, можно так сказать. И привезли школы работы, ну, самые лучшие, которые выполнены за год. Не было отбора у нас. Мы вот экспонируем все представленные произведения. И каждое из них, оно, конечно, интересно и уникально. В поселке Домбай состоялся традиционный всероссийский турнир «Битва в Домбае», который за свою 4-летнюю историю уже стал визитной карточкой курортного поселка и одним из самых масштабных ежегодных спортивных событий в нашей республике. В этом году его участниками стали порядка 300 спортсменов из разных уголков страны. Побывала на турнире и наша съемочная группа. В этот раз побороться за победу на всероссийский турнир «Битва в Домбае» приехали спортсмены из различных городов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Всего более 10 команд. В этом году организация турнира сильно отличалась от привычной. В связи с эпидемиологической ситуацией пришлось полностью отказаться от развлекательной части, а также полностью исключить наличие зрителей и посторонних людей. А все спортсмены и их наставники вплоть до выхода на ковер должны были не снимать защитные маски. Несмотря на жесткие требования, организаторам удалось создать условия для комфортного выступления спортсменов. Турнир, как всегда, на высшем уровне. Уже третий год мы приезжаем сюда. Очень гостеприимный народ, именно Домбае. Все нравится. И каждый год мы стараемся не пропускать по мере возможности побольше привозить спортсменов. Большая благодарность организаторам мероприятия. И я слежу с каждым годом все больше и больше участников. Это говорит о том, что организаторы работают в правильном направлении и ко всем его жителям относятся. Спасибо большое. Все поединки проводились по официальным правилам Панкратиона, которые подразумевают наличие у спортсменов защитной экипировки и запрещают наиболее опасные удары и действия, присущие смешанным боевым единоборствам. Одним из участников турнира стал спортсмен из Черкеска Дамир Канаметов. Для спортсмена это первый старт в новой для себя возрастной категории 18-19 лет. И несмотря на значительно возросший уровень оппозиции, наш земляк сумел одержать победы в поединках с представителями Чечни, Дагестана и Ставропольского края. Тем самым завоевав золотую медаль в копилку своей республики. Мне нравится, как это организовано, все хорошо, нет лишних людей в зале, все отлично сделано, только те, кто должен выступать и их тренера. У всех соперников очень высокий уровень. По сравнению с предыдущими моими выступлениями, это совсем другое. Непривычно выступать, конечно. Более сильные соперники, повыносливые, побыстрее, но стараемся, двигаемся вперед. Традиционно самыми зрелищными и напряженными получились поединки во взрослой возрастной категории. Очень ярко на турнире выступили братья Батишевы из Исентуков. Тимур завоевал пояс чемпиона в весовой категории до 66 килограмм. А Руслан стал обладателем серебряной медали в весе до 62 килограмм. Свои победы спортсмены посвятили своей маме, которой не стало полгода назад. Этот пояс я посвящаю ей и, соответственно, всем ребятам, у которых родители живы на самом деле. Чтобы побольше времени с родителями, наверное, проводили. Свои победы хочу тоже ей посвятить. Конечно, не тот результат, который я хотел, но все же ничего страшного. Я думаю, она все равно видит, она гордится. И ради нее продолжаем свое дело. Как мы когда-то пообещали, еще в 12 лет, что мы будем в UFC драться. Вот потихоньку, потихоньку слово сдерживаем. Слово сдерживаем, потихоньку, потихоньку. По уже сложившейся традиции бойцовский клуб «Дикая дивизия», как принимающая сторона, не участвовала в общекомандном зачете турнира. По его итогам на первом месте оказалась команда бойцовского клуба «Ахмат» из Чеченской Республики. На втором месте клуб «Иглс ММА» и «Синдуки» и замкнула тройку лидеров Академия боевого самбо из Пятигорска. Все победители и призеры турнира, помимо традиционных медалей, кубков и грамот, были награждены поясами чемпионов и ценными призами. Итогами турнира я доволен, потому что самое главное, турнир прошел без травм. Самое главное для меня, для организатора, это увидеть довольство всех моих гостей. Они для меня не просто спортсмены, которые приехали выявить сильнейшего. Они, во-первых, мои гости. И то, что каждый гость уехал довольный нашего турнира, меня еще сильно мотивирует на следующие наши встречи. Тасул Аджиев, Назир Капышев, Архыз, 24. Осенняя распродажа началась. По выгодной акции можно приобрести дорогие изделия по выгодным ценам. Необычные, роскошные, стильные меховые изделия украсят гардероб любой модницы. А каким именно моделям лучше присмотреться, чтобы быть в тренде и где их можно приобрести, расскажем в нашем сюжете. Ближе к зиме шуба по хорошей скидке в самый раз. В магазине Вятскни Меха сейчас мегавыгодная акция. Минус 50% на все. Меховые изделия масс-хэ в гардеробе каждой модницы. Поэтому лучше воспользоваться сеней распродажей и приобрести модную шубку по приятной цене. Кажется, что норковая болеро никогда не выходила из моды. Эта вещь актуальна и сегодня. И ее, кстати, можно купить с хорошей скидкой. Было 97 500, стало 58 500 рублей. Данную модель обычно выбирают девушки очень эффектные, смелые. Эта модель всегда украсит, никогда не выйдет из моды. Можно приобретать. У нас очень большой ассортимент, большой размерный ряд. И такую модель может приобрести любая девушка. Если душа требует чего-то необычного, то эта модель точно для вас. В шубе терракотового цвета вряд ли можно остаться незамеченной. Эффектная норковая шубка терракотового цвета. Она стоит, полная ее цена, 192 500 рублей. Сейчас данную модель можно приобрести со скидкой 50%. И данная модель вам обойдется всего за 96 250 рублей. Успейте купить. Скидки действуют и на эту прелесть. Шуба из афганского каракуля в последнее время набирает популярность. Оно и понятно, смотрится стильно и необычно. Данная модель украшена красивым воротом. Вот такая модель стоит 158 тысяч. Сейчас это можно приобрести со скидкой 40% и обойдется 92 800 рублей всего. Кстати, акция продлится до 27 сентября, поэтому лучше поторопиться. Напомним, что любое изделие можно приобрести в рассрочку без переплаты и первого взноса. Магазин находится по адресу город Черкес, ТЦ Панорама, первый этаж. Данная модель норковая голубая шубка из норки поперечной раскладки стоит без скидки 190 тысяч. Сейчас на данную модель скидка 50%. И можно успеть купить до 27 сентября данную модель за 95 тысяч всего. Дарья Назарова, Анита Дышекова, Мурат Кимрюгов, Архиз 24. Такими, на наш взгляд, были основные события дня. Напоминаем все новости республики. Вы также можете узнать на нашем официальном сайте и аккаунтах в социальных сетях. Подпишитесь, чтобы всегда быть в курсе событий. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин